Приветствую вас. Начать мне бы хотелось немножечко необычно, по крайней мере, я не видел такого в ответах других экспертов, которых на момент заднейшей ответа было два. Начать именно с того, чтобы вам для себя сделать выбор. Выбор такого плана, такого типа, понимаете, в жизни, во прошлой жизни, его всегда приходится делать. Всегда кто-то будет недоволен тем, что вы делаете. Всегда кто-то будет идти против того, что вы хотите осуществить. Кто ваши родители, которых вы боитесь привести. Кто девушка, которая нужна вашей помощи, возможно. Может быть это еще кто-то. Например, ваши однокурсники, которыми вы учитесь. Например, это может быть преподаватели или кто-либо еще. Да не важно. Потому что всегда кто-то будет недоволен тем, что вы делаете. И это нужно понимать. Вы сейчас хотите угодить всем. И своим родителям, которые дали от вас, что вы будете учиться в институте, а потом будете делать что-то еще. И девушке, поддерживая ее в социальных сетях. Но правда в том, что вы сами для себя знаете, какое решение правильно. То есть вы для себя знаете, что вам ближе. Как хотят ваши родители учиться, например, в институте. Или, как хотела бы ваша девушка, наверное, чтобы вы приехали к ней и поддержали ее. Например, пошли работать, получали бы деньги, которые можно было бы потратить на лечение и так далее. И правда в том, что вы знаете верное решение. Вот только оно вас не устраивает. Вас не устраивает это решение, потому что оно идет в противовес тому, чего хотят от вас другие. А вы привыкли делать то, чего от вас хотят другие. На этом указывает то, что вы боитесь подвести своих родителей. Но ведь не родители живут вашей жизнью, а вы. И вы только несете за нее ответственность. Не родители. И вы не несете ответственность за своих родителей на самом-то деле. А поэтому выбор делать вам. Вот прислушайтесь к себе. Какое решение вам ближе. Какое решение находит у вас отклик больше всего в душе. То и будет правильно. Но заметьте, правильным для вас. Не для кого-то, не для родителей, не для девушки, не для кого-либо еще. Не для нас, экспертов. А именно для вас. И вот то решение, которое вам больше всего импонирует и нравится. Которое вы сами, исходя из своих идеалов, ценностей, стремлений, считаете правильным. Вот его и нужно реализовывать. Потому что в противном случае вы будете неспокойны. Вы будете жалеть о том, что не сделали то, что считаете нужным. Но нужно быть честным с собой. Нужно понимать. Еще раз. Что останутся недовольные вашим решением. Но это будет ваше решение. Ваш выбор. И ваша ответственность за него. За принятое решение и за последствия, которые оно принесет. И вам нужно этот выбор сделать и за последствия отвечать. А вот если вы не можете принять решение, то есть если вы его знаете, а вы его знаете, я уверен, если вы его знаете, но принять не можете, вам что-то мешает, то вот с этим, с тем, что мешает, нужно работать. И это то, что мешает, нужно убрать, чтобы перестало мешать. Чтобы вы были свободны и чтобы вы могли принимать те решения, которые вы сами считаете нужными. Это и есть поведение взрослого человека. Он сам принимает решение, ему никто не может указать, никто не может там, не знаю, как-то навязать свое мнение. Но, в отличие от маленького человека, в отличие от ребенка, взрослый, принимая решение сам, сам же несет за него ответственность. И если вы готовы к этому, вам выбирать и вам действовать. Если нет, значит вы еще не подрослели и вы только хотите подрослеть, вы только желали бы этого, но вы еще не подрослели, вы еще не готовы. В таком случае нужно взрослеть. В любом случае, девушка ждет от вас поведение взрослого мужчины, настоящего мужчины, чтобы она не ждала. Слов ей, кстати, мало. А родители ждут от вас того, что вы будете поступать так, как они для вас запланировали. Ну, хотите вы этого или не хотите, это уже вам решается. Но к своим желаниям прислушиваться нужно, к тому, что вы хотите прислушиваться нужно, если вы это сделаете, то вы примите верное решение. Но рекомендую вам избавляться от этого стремления всем угодить. Так не бывает никогда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.